Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот у нас уже Рита появилась. Это у нас очень волнительное мероприятие, потому что мы с Ритой, женщиной, проводим это мероприятие первый раз. И у нас сегодня такая женская энергия, потому что мы сегодня будем заниматься и говорить о процветании и вымирании рода. А для этого просто необходима женская энергия. И вот нашими женскими усилиями мы сегодня все вышли в эфир, и у нас все получилось. И даже, в общем, без особых задержек, несмотря на то, что обычно бывает, когда онлайн-мероприятие, всегда какой-нибудь форс-мажор. И тем не менее у нас случилось чудо, и мы все здесь, и все друг друга видим. И я приветствую Риту, Риту Борт, она сейчас у нас в Чикаго. Владимира у нас сейчас в Лос-Анджелесе еще, да? Да, в Лос-Анджелесе. И я в Сан-Франциско. И мы можем уже начинать, я думаю, потому что мы уже теперь все на связи, все друг друга видим, и это просто чудо реальное. Нас смотрит, во всяком случае, сейчас нас смотрит 6 человек, что уже просто великолепно. Замечательно. Я думаю, что присоединятся еще. Да, я думаю, что присоединятся. И я позволю себе повторить тему нашей сегодняшней беседы, нашего сегодняшнего ивента, нашего вебинара. Это процветание и выбирание рода. 10 признаков вымирающего рода. Владимира вот нам такой предложила разговор, и это очень важная тема. Мне хочется, я когда на нее смотрю, мне все время хочется улыбаться и радоваться. А я понимаю, что надо быть серьезной, потому что просто крайне важно всем людям знать о том, в каком мы роду живем. И мы об этом говорили с Владомирой буквально пару недель назад. Как раз мы делали программу великолепную абсолютно. Она есть уже на Ютьюбе, и наши слушатели наверняка ее слышали и видели. Вот кто не видел, обязательно посмотрите, потому что сегодняшнее наше мероприятие – это как бы уже продолжение того, о чем мы говорили. И буквально пару слов о Владомире – это сибирская целительница в девятом поколении, удивительная женщина, которая сама исцелилась от рака, помогла более 8 тысяч человек в разных уголках мира, и совершенно обладающая потрясающей энергетикой и способностями к целительству и пониманию вообще жизни на этой земле. И особенно обладающая удивительной возможностью помогать именно женщинам. Так я вот как женщина, я всегда такую феминистическую позицию поддерживаю и выделяю, что нам, женщинам, всегда нужна помощь. И мы очень рады, что мы имеем возможность это делать сегодня. Итак, почему же так важно говорить о роде? Я предоставляю слово Владомире, потому что это все-таки ее ивент. Спасибо огромное, Анастасия. Спасибо, Рита. Спасибо, Сангейтс, потому что это действительно уникальная возможность поговорить над темой, которые важны сейчас всем людям, и особенно женщинам. Вы знаете, мне очень нравится вступление Анастасии, потому что для меня тема помощи женщинам на земле особенная. И даже если нас сейчас слышат мужчины, я уверена, они поймут эту тему, потому что от женской энергии, от молитвы женщины, от женской красоты зависит этот мир. Помните Тургеневская «Красота спасет мир»? Так это женское качество. И от нас зависит, насколько мы, женщины, можем хранить, можем поддерживать наш род. И, поверьте, мои дорогие, все, что я сейчас говорю, это не просто слова. Это тот опыт, который на протяжении 30 уже лет помогает мне видеть реальность событий, видеть реальность причин проблем, причин болезней, с которыми приходят ко мне мои друзья, они становятся учениками или просто принимают знания и потом вносят его в жизнь, больше никогда не возвращаются. Но я знаю, эти зернышки, эти семечки знаний, они посеяны плодородную почву. Поэтому, дай вам Бог, родные мои, здоровья, Ириточке, Анастасии, за ваш труд, и Михаилу, которого здесь нет, но я знаю, что это его усилиями, все это создается. Чтобы наши руки всегда были вместе, потому что вместе мы можем сообщать, сделать вам много раз больше. Вот, это мой такой небольшой вклад в начало, Анастасия, к вашим словам, почему мы здесь. А теперь я постараюсь ответить на вопрос, почему же так важно говорить о роде. Да потому, дорогие, что наша возможность быть ответственными не только за себя, за свой кусочек хлеба, за свою тарелочку с кашей, не только за какой-то свой мир, в котором мы живём, но как только мы расширяем своё внимание, сознание, и начинаем заботиться о большем количестве существ вокруг нас, появляется огромнейшая сила. Эту силу даёт нам Высшее, потому что есть космический закон. Если ты думаешь о себе, тебе даётся одна порция силы, энергии и возможностей. Если ты думаешь о своей семье, о тех, кто рядом с тобой, тебе драётся другая сила, она больше, чем первая, но всё равно очень ограниченная. Если ты думаешь о роде, о тех, кто жил до тебя, о тех, кто вложил в твоё ДНК, в твой опыт, который ты несёшь на этой земле, в твоих детей, свой опыт, свои усилия, свои молитвы и свои потери, проблемы, всё это внутри. Если ты начинаешь думать об этом большом количестве людей и думать о том, как позаботиться о них, как позаботиться о душах, которые уже не живут, и как позаботиться о потомках, которые ещё не живут, это всё равно, что посадить дерево, которое будет жить после тебя. Это всё равно, что оставить след на этой земле, след добра, след любви и заботы. И вот на это, на эти идеи, на это желание, намерение, высшие силы дают очень много энергии. Почему? А потому что, когда мы начинаем думать о том, что каждое наше слово, каждая наша мысль, и, конечно же, желания и поступки остаются в веках, поверьте, происходит огромный перепросмотр того, куда мы вкладываем свои силы и время. Когда мы начинаем думать, что, понимать, что сейчас я – это следствие усилий моих предков, это то, что я получил благодаря, или получила благодаря усилиям прошлых воплощений, благодаря усилиям тех, кто жил до меня и дал мне мой генофон. Я сейчас. Но то, что я творю в этот момент и буду творить в будущем, отразится на моих детях, на моих внуках, на моих правнуках. Моя сила мысли, кстати, учёные уже выяснили, что в мысли есть вес, понимаете, она материальна. Моя мысль, мои эмоции отражаются в людях, с которыми я общаюсь. Это могут быть мои близкие, друзья, коллеги. Это могут быть те люди, которые меня окружают. И эта мысль воздействует на них. Признаемся честно, не всегда это позитивная мысль. Очень много в этом мире и печали, и страданий. Я знаю, о чём говорю, потому что мои близкие до сих пор живут в Луганске. Вот в этом настоящем Луганске. И постепенно к человеку приходит понимание. Я – это не только моё тело. Я – это моё отношение к событиям, к людям. Это моя сила благодарности моим предкам. Это моя вера и усилия, которые я вкладываю в своих потомков. Как только приходит такое понимание, возникает огромнейшая сила под названием «Я есть род». Я есть сила, которая была до меня в тысячелетиях и будет после меня. Но только от меня, от этой точки настоящего, в которой я сейчас нахожусь, зависит, какой будет эта жизнь в будущем. Именно поэтому, дорогие, мне очень-очень радостно, что мы можем встречаться вместе, соединять общие молитвы и общие усилия. Потому что моя задача жизни, я обещала Богу и Вселенной, если Бог оставит мне жизнь. Это было в момент, когда врачи утверждали, что она прекратится через три месяца, выживает. Больше трёх месяцев живут от трёх до пяти процентов. С ликвием не шутят. Вот тогда я пообещала Богу, что буду помогать, вдавить жизнь душевную, физическую, если мне эту жизнь оставят. Поэтому моя задача, моя хорошая, сейчас делать всё возможное, чтобы помочь вам увидеть, как быть живой. Не только физически, но духовно, потому что от Духа зависит всё. Да, немножко философского отступления, Анастасия, на ответ на ваш вопрос. Но всё-таки я надеюсь, что это было в тему. Это очень в тему, потому что, как я уже сказала, тема так и настолько важная, и мы, к сожалению, не всегда это осознаём. И сейчас современные люди, особенно здесь, в США, здесь очень многие, не знают своих корней. Здесь, кстати, нет, здесь, наверное, многие знают, потому что здесь не было войн и не было таких потрясений, как, например, на территории нашей страны, на территории Советского Союза, СНГ, да, в боссоветского пространства. Не было таких страшных перетрубаций. Здесь поэтому проще может быть. Но тем не менее, то, что я, например, наблюдаю в современном американском обществе, как родители спокойно открещиваются от своих детей в 18 лет, а потом те же самые дети спокойно отдают их куда-то, на попечение государства, да, или каких-то социальных служб. Это очень страшная картина. И такое не должно быть нигде, ни в каком мире, ни в этом мире, ни в том, где мы жили раньше, да, ни на территории нашей страны, ни на территории Америки. Поэтому это очень важно, понимать и ощущать карму своего рода, и заботиться о своих близких, о своих родных, да, быть с ними в связи, да. И вот интересный очень вопрос нам поступил, когда мы анонсировали наше мероприятие, да, люди говорили о том, что вот генофонд надо исправлять, и что очень, что еще по карме мы рождаемся в каких-то определенных местах. Я попыталась поспорить с этим человеком, который нам там комментировал, но потом я поняла, что, ну, видимо, мы на разном уровне сознания, на разном уровне понимания находимся, и я понимаю, что все не просто так, да, мы приходим в этот род, в определенный род, с определенной задачей. И если говорить о космических законах, да, то, наверное, генофонд, он тоже зависит именно от космических законов, а не потому что, ну, вот он такой, да. То есть мы сейчас как раз говорим больше о духовных практиках, чем о каких-то научных исследованиях, и это очень важно. Мне бы вообще хотелось, чтобы вы вот как-то эту тему сейчас тоже осветили. Да, постараюсь. Конечно же, конечно же, все в этом мире взаимосвязано. Мы рождаемся на Земле, когда приходит время. Мы рождаемся под определенным положением звезд и созвездий. Вот каждый из нас знает, где у нас находится солнце в гороскопе, да, говорят, я овен, я козерог. Но на самом деле даже древние славяне были очень мудрыми, у них было полное знание о том, что на небесах происходят и войны, и перемирия, и все это отражается здесь, на Земле. Да, если продолжить эту тему, конечно же, мы рождаемся там, где у нас есть притяжение, к какому роду у нас есть притяжение. Я наблюдала много раз во время диагностик кармических, во время диагностик предназначения, когда я, слава Богу, даю возможность высшей силы, просматриваю уровни души человека, его опыт, который он накопил в прошлых жизнях, и опыт рода, который накопили его предки. И вы знаете, я очень много раз видела одни и те же картины. Либо душа притягивается в этот род, потому что в прошлых жизнях не отработались взаимоотношения с этими людьми, причем в прошлых жизнях они могли быть в других отношениях, брат, сестра, просто подруга или кто-то еще. И вот нужно отработать отношения, душа рождается в этой семье. Либо качество этого рода, плюсы и минусы. Вы же знаете, что у каждого из нас есть такой кармический дневник, с которым мы рождаемся. И в этом дневнике есть оценки. Пятерки – это наши выученные уроки прошлых жизней, таланты, возможности духа. А двойки – ну я по-русски, да, говорю, я знаю, что здесь другая система, но надеюсь, что меня понимают. Вот. Плохие оценки – это те невыученные уроки, которые мы не смогли по каким-то причинам эго реализовать. Не хватило любви к богам, не хватило обращения к Высшему, не хватило прощения, не хватило благодарности за те события, которые создала судьба. Поэтому мы рождаемся в том роду, в котором похожие проблемы. И поэтому я видела очень часто, когда между родителями и детьми нет достаточно гармоничных взаимоотношений. И вы знаете, вот как только, слава Богу, это происходит, как только мы начинаем вместе молиться, как только мы начинаем вместе делать ритуалы и практики, благодарности, прощения и очищения корней рода, происходят чудеса. Происходят чудеса, потому что начинает меняться род, возвращаются долги, причем, может быть, даже не тому человеку, который делает практику, а возвращаются долги, и семья становится более благополучной. Трансформируются конфликты. Внутри семьи возникает мир. И да, это происходит, возвращаясь к теме, которую задала Анастасия, мы рождаемся там, где нам нужно, где общество, семья, род, в который мы попадаем, помогают душе развить и раскрыть ее таланты и трудности этого рода, которые человек преодолевает, помогают ему стать сильнее и отработать те невыученные уроки, с которыми он рожден. Вот. В одной, я вам расскажу одну историю, чтобы не быть голословной. Приходит женщина ко мне, представьте себе, серого цвета, серый пиджак, какая-то, знаете, серобур... Ужас, ужас, ужас. Малиновая юбка, знаете, такое вот все на ней, знаете, похоже на тряпки, причем видно, что это не дешевые вещи, но вот видно, что, знаете, это в виде моды, в которой нет никакого, нет эстетизма женского. Вот все как мешок сверху. Кстати, я хочу вам сказать, дорогие, поддерживаю эту женскую тему, что сейчас на Земле во всех странах, я просмотрела, во многих странах путешествую, очень жестко уничтожается божественная женская тему. Что-то у нас там... Рита. У Риты просто пошел какой-то технический сбой. Мы продолжим. Да-да-да. Так вот, эта женщина пришла, я очень долго не могла понять, в чем причина. Она рассказывала о том, что у нее большие проблемы с ее партнершей. Это был одноколый брак. Она рассказывала о том, что она не может найти гармонию отношений, что у нее были многие проблемы. И рассказывала о том, что у нее большие проблемы с матерью. Она ненавидит свою мать, и мать ее ненавидит ее. когда я выяснила, какие примеры этой ненависти, выяснила, что когда она приходит в гости к матери, та не даёт ей её любимый плед, чтобы укрыться. То есть такие мелочи, которые может простить другой человек. И когда я начала смотреть прошлые жизни, я увидела, что в прошлой жизни она была мужчиной, который был большим женоненавистником, с большой агрессией относился ко всем женщинам. Это одна из конфессий религиозных была, которая придерживалась аскетизма очень жёсткого и считала женщин источником страданий и проблем в жизни. И она эту агрессию на женщин принесла в эту жизнь. И с матерью, и как ни странно к ней притягивались женщины, но она каждый раз разрушала с ними отношения. И что мы сделали? То есть, видите, прошлая жизнь притягивает воплощение в этой ситуации. Прошлая жизнь определяет характер человека и трудности, которые связаны с взаимоотношением. И слава богу, у нас есть такой метод, он называется ГЮТ. Это метод путешествия в прошлое и в будущее с помощью особых шаманских практик, состояний шаманского способа контакта с духом. И мы смогли вернуться в эту прошлую жизнь. Она рассказывала очень яркие картины, она рассказывала о ненависти, о агрессии, которую вызывали в ней женщины, которые показывали частицы своих рук или кусочек своей ноги из-под платья. И, вы знаете, мы смогли отмолить это с помощью ритуала ГЮТ. Мы смогли очистить ее агрессивное отношение к женщине и поблагодарить женщин в прошлой жизни. Дальше настало то, что называется чудо. Милена, так зовут эту женщину, она живет во Франции, рассказывала о том, что когда она приходила, возвращалась, стала возвращаться домой, ее мать было не узнать. Мать помолодела, она нашла какого-то ухажера, жила очень долгое время одна с собачкой. Мама нашла ухажера, в своей, кажется, там была под 70. И у самой Милены возникло очень большое желание и стремление духовно расти и развиваться. Сейчас она занимается духовными практиками и помогает людям. То есть этот человек во многом изменил отношение к жизни и отношение к женщинам в первую очередь. Пошло большое изменение в его судьбе. Вот, поэтому, дорогие, я могу вам точно сказать, что наше рождение воплощения в роде, в стране, ну, на этой планете, оно обусловлено нашим опытом прошлых жизней. Это, конечно, потрясающая история. Вы когда рассказываете, у меня каждый раз мурашки по коже и слезы на глазах, потому что это невероятно, конечно, по энергетике и по силе, и настолько вот эта вот история правдивая, что я даже не могу спокойно слушать. Я думаю, господи, почему я не подготовила салфетку, потому что это невозможно спокойно, да, без замирания сердца услышать такие вещи. И я не знаю, кто что думает, но я лично сама вот чувствую эту бесконечную связь и понимаю, что это правда, и это работает. И поскольку мы объявили, что мы обозначим 10 признаков умирающего рода, то давайте к ним, наверное, перейдем сейчас, чтобы понять, да, над чем нам работать и чего нам искать. Спасибо, спасибо, Анастасия. Ну что ж, дорогие, я постараюсь сейчас объяснить, почему это значимо, потому что если род вымирающий, если мы видим по этим признакам, что род вымирает, это значит, что в наших генах есть большой запас агрессии, большой запас страданий, которые испытывали наши предки в прошлых жизнях. Конечно же, можно долго размышлять, почему это происходило, почему Вселенная создает концлагеря, геноцид Сталина или Гитлера, или другие проблемы. Это очень долгая философская тема, но сейчас давайте мы сконцентрируемся на том, что поймем, что все страдания, которые человек не отмаливает, не благодарит, не испытывает понимания, зачем мне дается эта трудность, они приводят к болезням, и они приводят к следу в ДНК, они приводят к генетическому изменению, которое происходит, проходит через наш организм. И когда душа приходит в это тело, она получает эти изменения. Но, конечно же, опять-таки, я очень хочу вначале всем напомнить, что это происходит не для того, чтобы мы страдали, но через понимание смысла страданий мы могли изменить, улучшить свои взаимоотношения с Высшим миром, улучшить свои взаимоотношения с людьми вокруг, то есть стать по многим параметрам лучше. Итак, мои дорогие, изначально, даже за препятствия, мы с вами будем благодарить. Хорошо? Вот. А теперь 10 признаков. Первый признак вымирающего рода, самый простой, это отсутствие детей. Но при этом есть оговорка. Есть люди, которые хотят родить, но не могут, и таких очень много. Я посмотрела статистику, сейчас процент бездетных матерей, процент женщин, которые идут на эко, знаете, да, это искусственное благотворение, и эко не всегда помогает. Огромный процент растет. Тех, кто не может забеременеть, и тех, кто не может выносить, и тех, кто должен использовать суррогатных родителей, для того, чтобы получить своих детей, получить своего ребенка, суррогатную мать. И, конечно же, если у души есть желание быть матерью, но это не происходит, это значит, в роду накоплены страдания. И женщина не может, женщина, мужчина, пара, не могут создать и притянуть новую душу в свою жизнь. Я знаю очень много таких пар, которые, я сама вам по секрету скажу, в 18-й раз крестная мама. Ванюшка недавно, да, 9 месяцев исполнилась последнему моему крестнику. Да, причем очень много из них считала, что они навсегда бездетны. Это неправда, мои дорогие, потому что, когда мы начинаем работать с родом, изменяется все, открывается возможность рождения. Вот. Итак, первый признак – это отсутствие прихода детей. Есть исключение, есть исключение, когда это не карма, не страдание прошлого, но выбор души в прошлой жизни. И вот здесь я знаю многих, потому что, когда мы просматриваем на диагностике кармы причину бездетности, примерно 30% тех женщин, которые ко мне приходят, находят в прошлой жизни монастырь и самопроклятие, и отказ от рождения детей. Наверняка вы знаете, что раньше было очень жестко с реализацией женщины. Вот моя прабабушка рассказывала, мне дошла уже такая история до меня. «Семнадцать лет болею, весна-осень, когда всех замуж брали, меня не взяли. Восемнадцать лет весна-осень, когда замуж всех брали, опять болею, опять меня замуж не взяли. А девятнадцать лет стала я старой девой и пошла в монастырь покойников отпевать». Понимаете? Вот как жили, да, люди? Все, ты восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, восемнадцать лет ты замуж не вышла, ты все, ты уже неполноценный человек и тебе нужно идти в монастырь. Ее красное освободили из монастыря, вот ее освободили по-настоящему, понимаете? Нам можно сказать, повезло, да, потому что у нас сейчас уже даже так это как-то не считают. Это не бывает и судьба жить в монастыре. Вот, то есть я видела очень многих таких женщин, которые в прошлых жизнях дали себе запрет на принятие ребенка, на рождение ребенка. И этот запрет, он действует много жизней. И его нужно и можно снимать. Вот. Но есть еще другой процент, он очень, ну, немногий. Это когда у женщин есть миссия, есть высокая миссия посвятить себя другим людям. Ну, вот, допустим, у Христа не было детей, да, но у него были ученики. Если бы у него были дети, может быть, он не успел бы сделать то, что он успел сделать. То есть это уровень души, которая сознательно, знаете, когда люди отказываются сознательно от мяса, да, но не приходят к этому, говорят, все, мой организм не принимает убитых животных. И есть есть те души, которые сознательно говорят, у меня это не моя судьба, мне некогда заниматься детьми, у меня есть что-то другое. И они счастливы. Вот здесь самый главный акцент, внимание, они счастливы. Они испытывают состояние счастья, удовлетворенности жизни, судьбой, самореализации, когда они раскрывают эти таланты. И, конечно, даем возможность каждой душе найти то, что она просит и что она хочет в этой жизни. Вот, дорогие, это по поводу первого пункта, когда блокируется где-то рождение по какой-либо причине. Второй пункт вымирающего рода это большая потеря денег и потеря возможности выжить в материальном мире. А род остается без средств, без существования. И либо детей раздают по детским домам, они теряют вот эту силу рода. Либо они, ну, то есть, вот нищие, они же мало знают, да, кто там, что там был, кто папа, кто мама. Очень часто такие вещи бывают. То есть люди теряют род, теряют силу рода. И это проходит через через проблему, через карму нищеты. Третий символ вымирающего рода это страдания, которые проходят через психические болезни. Возникает, возникают ситуации, в которых заболевают шизофрения родственники, кто-то сходит с ума, лежат в психбольнице. Вот это однозначно потеря духовного света. Это потеря благодарности Бога, потому что любые шизофреничные проявления, любые болезни центральной нервной системы, это следствие ухода от реальности. Человек уходит в нереальный мир, вместо того, чтобы что-то изменять в настоящем. И обычно, конечно, это признаки вымирающего рода, и это признак, что душа в прошлых жизнях мало находилась в моменте здесь и сейчас в теле. Я смотрела очень часто это в прошлых жизнях, либо наркотики, либо самоубийство. А вот у меня, можно я вопрос задам? Такие заболевания, которые сейчас весьма распространены в современном обществе, как Паркинсон, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, это тоже признаки вымирающего рода, потому что сейчас просто вообще это сплошь и рядом, потому что не обязательно может быть шизофрения, ведь это же тоже болезни нервной системы, мы вот с Ритой, как люди, которые занимаются все-таки холистическим подходом к здоровью, я с точки зрения аюрведы, Рита тоже натуропат, она занимается вопросами питания, мы тоже видим эти вещи, и сейчас это просто какое-то катастрофическое, как снежный ком, да? Да, 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 потеря памяти, потеря возможности находиться в моменте, где сейчас управлять собой, это тоже накопленные страдания прошлого, отказ от реальности, когда у человека нет желания находиться, вернее, у рода, у духа рода, нет возможности находиться в моменте здесь, сейчас управлять событием. И получается, что старики, да, которые чаще подвержены болезни анцгеймера, они не имеют возможности передать историю рода, силу рода своим потомкам, то есть вот оно как раз здесь прослеживается родовой проклятие, мне просто сейчас идея пришла в голову, меня прям как осенило, и я не могу молчать. Молодец, молодец, пожалуйста, не молчите, Настенька, очень ценное, замечание, спасибо. Да, такие болезни уже тяжело лечить, потому что к старости очень мало энергии у человека, чтобы что-то в этом направлении изменить. Поэтому, конечно, нужно помогать всему роду, нужно помогать потомкам остановить это и уже не повторять себе. Хотя у нас есть очень хорошие результаты поддержания таких случаев, когда люди остаются в сознании очень долго. Вот, четвертый принцип вымирания рода это самоубийство. Самоубийство. И здесь, конечно же, это очень сильный, вот почему во всех религиях, во всех направлениях говорят о том, что самоубийцы попадают в ад. Есть такой очень яркий фильм, куда уходят мечты, может быть, вы видели. Там очень ярко показано, как это происходит. Но, когда я показываю этот фильм своим ученикам, я напоминаю, смотрите, это происходит сейчас внутри вас. Вот эти мучения и страдания, которые приводят к самоубийству, они начинаются с того, что внутри человек не может принять ситуации жизни, поверить в себя, не может излучать любовь. Она перекрывается определенными блокировками в роду. И вот эти блокировки мы учим внимать, и это очень важно. Поэтому нужно знать свой род, нужно знать, по какой линии есть самоубийства, и за этим очень внимательно следить, потому что это продолжается. Это продолжается через энергию рода и через гены. Следующее это алкоголизм. особенно это актуально для России, для тех, кто оттуда приехал, потому что пристрастие к алкоголю есть в генах практически всех русских. И опять, дорогие, мы с вами приходим к моменту, что алкоголизм это попытка уйти в нереальный мир, уйти на время в состояние отключения вот этой человеческой энергии, части, которая может быть реальной, быть адекватной ситуацией. и когда не хочется принимать этот окружающий мир таким, как он есть, не хочется принимать себя таким, какой я есть, какая я есть, а это значит накопленное чувство вины, страхи, претензии к себе и к миру, высокая самокритичность и критика этого окружающего мира. вот когда без благодарности, без благословения, без прощения, без любви человек живет, он начинает, как ему испытывать эту боль, это же очень тяжело, испытывать психическую боль, она во много раз сильнее, чем физическая, и вот чтобы выключить эту психическую боль, наши предки употребляли очень много алкоголя, да и сейчас без остановки, очень в деревнях просто страшно, в России, я могу вам точно сказать, вы знаете, я видела аналогию в современном мире, это наркотики, это табак, это марихуана, может быть, это проявляется в более слабом виде, чем алкоголь, но принцип тот же самый, через некоторое время атрофируются нейроны коры головного мозга, которые отвечают за правильное реагирование на ситуации, человек начинает жить на подкорке сущностных биологических реагирований, но уже не может осознавать себя, уже не может находиться в моменте здесь, сейчас, и улетает в другие миры, оставляя это тело и переставая быть по сути человеком, он, душа уже не может находиться в этом теле, начинает жить другие сущности, но вы знаете, об этом, об этом мы с вами, наверное, с Божьей помощью поговорим в следующий раз, о навьих духах прошлого, которые пользуются телами для того, чтобы проявить себя, это очень интересная тема, она дает возможность, не пугайтесь, пожалуйста, не пугайтесь, все очень интересно, все как в сказке, сначала страшно, помните, а заканчивается все хэппи-эндом, вот, это позволяет возможность понять, где я настоящий, а где через меня проявляется что-то другое, я открою вам секрет, до 90% мысли, которые мы думаем, и даже Менделеев, который открыл свою таблицу, на самом деле не был ее хозяин, потому что там он подключался к другим пластам идей, то есть, но об этом немножко позже, я очень вас направляю на книгу, которая называется «После смерти», потому что это книга о жизни, вот, и там очень ярко, очень красочно, очень образно расписаны все уровни сознания человека и все уровни жизни, как прошлого, наве уровня, настоящего, так и высшего уровня, уровня небес, и только от нас зависит, что от нашего фокуса внимания, от намерения, от желания, к какому пласту мы будем присоединены, откуда мы будем черпать силы, энергию, информацию, только от нас зависит, дорогие. Поэтому это в будущем. Мы с вами обязательно поговорим о том, как быть свободными свободными от прошлого, от духа наве, который пытается проявиться через нас. Но сейчас я с огромным уважением отношусь ко всем, кто лечится методами наркотиков. действительно в определенной дозе они помогают, я знаю это. Но я также знаю очень много людей, которые становятся зависимыми от этих методов. И вот в этот момент перестает, человек перестает быть в контакте с своей душой. Он перестает быть в контакте со своей духовной силой. Поэтому эта карма, эти блокировки, они передаются по роду. Уход из реальности, невозможность по каким-то причинам решать ситуации, желание выйти из них. Слишком много страданий, человек уходит и передает эту информацию своим потомкам. Хорошо. Итак, любые наркотики, алкоголизм это следствие вымирающего рода. Это следствие того, что у рода накоплены страдания. Вот. Не устали? Нет, очень интересно. Хорошо. У меня самые благодарные слушатели в мире. На самом деле нас сейчас слушает 12 человек. слушает и смотрит. Количество людей увеличилось. Я ещё хочу сказать, что люди могут задавать вопросы в чете, если есть желание. Вот, пожалуйста, Лада Мира. И у нас ещё есть, Настя, у тебя ещё есть вопросы, у нас есть ещё о чём. Мы, по-моему, ещё все признаки не проговорили, да, у нас ещё прошло. продолжаем. Да, мы продолжаем. Шестой признак вымирающего рода, это когда рождаются дети-калеки. Это однозначно говорит о том, что род не накопил энергию для того, чтобы привлечь к себе гармоничную душу. Я знаю очень много семей, у которых есть такие дети, они их либо воспитывают, некоторые берут полную ответственность за таких детей, некоторые отказываются от них, но факт остаётся фактом. Даже если потом рождаются здоровые дети, нужно быть очень внимательным, потому что это идёт по роду, это идёт по генам и может отразиться уже через поколение. Поэтому с этим признаком нужно быть очень внимательным и работать с очищением рода. Это был шестой признак. Как раз к вопросу о генофонде. между прочим, вот как раз нам задавали этот вопрос, то есть здесь как раз можно понять, что не просто так дети приходят, потому что есть какие-то родовые проблемы, родовые проклятия. Мне очень плеска эта тема, поэтому мне всё время хочется что-нибудь добавить, потому что вы рассказываете, у меня сразу такой отсчёт идёт обратный на мою семью, я транслирую на семью своего мужа, потому что у меня дети, и я сразу начинаю думать о том, что где, я вижу просто вот эти вот связи, они удивительные, конечно, и то, что вы даёте, это бесценно. Прошу прощения. Да, я очень верю, что много людей сможет прослушать это видео и посмотреть на свою жизнь в срезе того, что мы можем управлять своей судьбой, и мы ответственны за землю, за жизнь детей, которые мы, которые будут после нас. так вот, дорогие, седьмой признак, это когда идут очень сильные ссоры между супругами в роду. Ой, вот здесь хочется рассказать одну историю, она жёсткая такая, знаете, русская, русская жёсткая история, но, внимание, очень-очень счастливый конец. Ко мне пришла женщина, причём, я думала, что ей далеко за 40, оказывается, ей было всего 32 года, знаете, с такими глубокими запавшими глазами, с синяками, опущенные, вот опущенные плечи, красивая, но вот, знаете, было ощущение, как будто её выжили, прокрутили через мясорубку. Она опустилась на стул, стала плакать и говорит, Владимира, скажите, пожалуйста, я что, прокажённая? Я пыталась выяснить, в чём дело, и вы знаете, у меня уже видавшего виды человека, конечно, знаете, волосы шевелились на голове. Она рассказала так, были проблемы большие в детстве. Мать развелась с отцом, вышла замуж за отчима, он с 11-летнего возраста насиловал её, в 15,5 она сбежала из дома, потому что мать не могла защитить, она материально зависела, отчим работал в милиции, был просто монстром. Она сбежала из дома, где-то училась, жила, потом вышла замуж, что-то там сначала в гражданском браке жила, потом в 18 лет вышла замуж. Через полтора года после брака нашла мужа, который повесился у неё в сарае, вернее, в гараже на верёвке, она вытащила его из петли, отвезла в морг, через два года она вышла замуж вторично, хороший молодой человек, тихий, спокойный, работал, преподавал в университете. Представьте себе, через два года брака, ей было около 20, тогда она нашла его повесившимся, вытащила из петли второй раз и она, когда она рассказывала дальше, она спрашивала, скажите, пожалуйста, почему так происходит? Все последующие мои взаимоотношения, я очень хочу быть защищённой, я очень хочу быть любимой, ко мне приходят хорошие молодые люди, я красивая, я интеллигентная, вот сама всего добиваюсь жизни, закончила институт, работаю фармацевтом, у меня всё хорошо, но почему я убегаю в одной ночной рубашке из дома, чтобы просто остаться в живых? Потому что те, кто меня хотел носить на руках, в конце оказываются либо наркоманами, либо алкоголиками. Вот, и когда я стала смотреть её роговые связи, я увидела, что в семи поколений женщин, женщины расставались с мужчинами, причём нашла ситуацию ещё до революции, когда бабушку выдали замуж за богатого, но нелюбимого партнёра, и она решила разрубить этот гордий фузев, узел одним ударом, и подсыпала ему суп крысиного яда. Дедушка благополучно ушёл на небеса, а бабушка вышла замуж за любимого человека, которым она всегда мечтала, и отдала ему всё наследство. Ну, наверняка, вы знаете продолжение этой истории. Бедному человеку дать очень много денег, да, чтобы... Он пропил эти деньги, пил до белой горячки, её избивал, причём говорил о том, что я прям фразу эту услышала, когда делала диагностику, ты мне всю жизнь испоганила, что в принципе так и было, понимаете. Мальчики в роду не рождались, рождались только девочки. Я проследила эту ситуацию до Великой Отечественной войны, когда бабушка отдала дедушку на фронт, он оттуда не вернулся, вернулась похоронка, и вот она укачивала свою двухлетнюю дочурку, и я услышала эту фразу, как передаётся идея, идея кармы. Доченька, нет мужиков, всех мужиков война убила, будем жить с тобой вдвоём. И эта девочка вырастает после первого скандала или второго, не зная, кто должен, не зная, какие должны быть отношения, не зная, что такое божественная женственность и какой должна быть божественная мужественность. Она находит партнёра, они ссорятся, он спивается, она уходит, ситуация та же самая, и она воспитывает свою дочурку с теми же самыми словами. Доченька, нет мужиков хороших, будем жить с тобой вдвоём. И передаёт ей этого этого духа эту силу одиночества и жертвы в роду. По сути, все женщины были жертвами вот это состояние, когда есть идея, я знаю, всё равно всё будет плохо. Может быть, вы чувствуете, когда от людей такая идея родирует. О, я знаю, это всё плохо, о, это не для... Да, я знаю, что люди такие, да, я знаю. И вот прямо от человека идёт это состояние жертвы, чтобы я увидела этого духа. В Ольге, и говорю, Оленька, понимаете, это... У этой, у моей ученицы Ольги было два очень сильных магнетических внутренних центра. С одной стороны, она знала, что она жертва, она должна быть одинокой. Это состояние духа матери, который жил в области низа живота очень сильно. Состояние внутренней души, я хочу защищённости, я хочу счастья, я хочу быть окружённой теплом и вниманием. И вот эти вот два центра постоянно боролись друг с другом. И к ней привлекались те, кто в этом состоянии её страха начинали быть подвержены суицидальным мыслям и пытались выйти из этого нападения её страхом через алкоголизм и наркотики. Вот таких, как она, называют чёрная вдова, потому что страх уничтожает всё. Страх и чувство вины и чувство себя жертвы. Вот. Но у этой истории, как я обещала, всё-таки хороший конец, потому что сейчас нашему Максимке уже полтора года и это первый мальчик, который родился в роду у нас. Вы, наверное, чувствуете себя матерью или даже больше, я не знаю, кем вы себя чувствуете, когда вот такой род начинается рождение, начинается перерождение. Это удивительно, правда? Ритечка, дорогая, вот в этот момент честно, искренне я благодарю своего учителя, который дал мне жизнь. Я понимаю, что это смысл. Моя жизнь не очень проста, потому что переезды раз в пять дней, новые страны, новые города. Но каждый раз, когда я вижу, когда изменяются люди, вот вчера мы закончили ретрит, небольшое отступление, вчера вечером мы закончили ретрит. Первая ступень работы с силой рода, она была посвящена предкам, очищению от блоков, которые накоплены предкам. Вы бы видели, какие люди счастливые, светлые, свободные, радостные, знающие, что делать в жизни. Даст Бог, чтобы все, что мы вчера намечтали, напланировали, реализовалось. Это на самом деле, вы понимаете меня, Рита Настенька, это счастье, когда видишь, когда люди вокруг меняются, понимаешь, что не зря живешь. Поэтому, как и есть. Вот, и возвращаясь к нашей идее встречи. Итак, тема проблем взаимоотношений в роду, тема дисгармонии отношений, когда супруги не могут найти понимание, когда они расходятся друг с другом. Это огромнейшая проблема, которая может быть накоплена по роду. И причем очень часто я вижу, как женщины берут на себя эту гиперответственность за партнеров, даже не подозревая, что вот этим самым, как бы, когда они пытаются взять все на себя, они все ломают. Вот это следующее, очень важный принцип. Это будет уже восьмой, я тут пальцы загибаю. Восьмой метод, это когда женщина не проявляет своих женских талантов. Это очень важная тема, дорогие. И я скрещиваю пальчики и молюсь о том, чтобы мы постепенно раскрыли все вот то, что мы сейчас, то, что называется галопом по Европам, понимаете? На самом деле это темы десяти семинаров, это темы как минимум десяти вебинаров. Чтобы раскрыть и дать практику на освобождение от каждого из уровней, почему бы нет? Но вот следующая часть, это на самом деле очень важный признак, это когда блокируется женское начало, блокируется святая, священная женственность. Что же это такое? Сейчас я вкратце перечислю, потому что надеюсь, мы с вами более глубоко сможем открыть эту тему. Это ценность своей красоты, это качество любви, которое женщина излучает, как солнышко, только потому, что она не может не излучать. Это наслаждение жизнью. Знаете, это когда мурлычешь под нос песенку, и все кажется розовым. Это гибкость и дипломатия в отношениях. Это способность сглаживать конфликты, уметь быть той самой шеей. И вот когда я эту веселую историю о том, что женщина это шея, а мужчина в семье это голова, куда шея повернет, туда голова и смотрит, рассказываю американцам или бразильцам, или чилицам, все смеются. Они не знают, почему-то это русская мудрость. Но ее нужно рассказывать всем женщинам. Потому что когда женщина начинает соревноваться, быть головой с мужчиной, возникает очень много проблем. начиная с гинекологических проблем у женщин. Потому что отсутствие качества воды, дипломатии, мягкости, радости приводит к очень-очень большим проблемам. Вот. И господи, я сейчас... Луна и качество, я сейчас вам помогу, чтобы вы чуть-чуть передохнули, что женщине необходимо, я как с астрологической немножко точки зрения предподнесу это, развивать обязательно лунные качества. Неважно, кем мы являемся, что мы делаем, но тем не менее мы должны быть гибкими и такими же нежными и ласковыми, как Луна. Вот это лунная энергия, которой мы привносим в свою жизнь. Потому что сейчас идет развитие общества. Женщина такую венерианскую энергию с влиянием раху теневой планеты такой демонстрирует наружу, а на самом деле очень важно именно как раз лунные качества в себе развивать. Мягкость, принятие такое, вот это вот служение, вот эти все как раз то, что свойственно женщине. И не важно, чем вы занимаетесь, не важно, занимаете ли вы руководящий пост. это все не имеет никакого значения, потому что женщина, она все равно, мы не зря родились в этом женском теле, нас сюда прислали, чтобы мы прошли эту реализацию, и от этого нельзя отказываться, потому что отказываясь от своей природы, мы тем самым портим карму рода, портим собственную карму и вредим всем последующим поколениям. Точно, спасибо, Настенька. А я на самом деле сделала вдох-выдох, чтобы подумать, есть ли у нас возможность рассказать одну веселую историю. Наверняка вы ее слышали, но я постараюсь вам ее рассказать с пониманием. Приходит девушка и говорит, ой, у меня такие проблемы, муж говорит только о своей маме. Ну, я ей говорю, ну, подожди, скажи, пожалуйста, если он говорит только о своей маме, он тебя не видит, как ты выясняешься, как выясняется, скажи, пожалуйста, что ты делаешь для того, чтобы он тебя видел? Посмотри, ты похожа на серую стенку, ты носишь брюки, у тебя мужских качеств гораздо больше, чем женских. Конечно, он будет думать только о своей маме и говорить только о своей маме, потому что у тебя нет твоей женской энергии, а что же мне делать? Давай будем учиться. Она пришла к нам на женский семинар, мы дали ей практики. После семинара она рассказывает, ну, все, Владимир, я теперь поняла, что делать, я теперь знаю точно, я сейчас приду домой, я ему, я ему покажу, как это красиво быть женщиной, вот я сейчас наряжусь по-особенному, и я покажу ему, или будь осторожна, внимание, Настенька, будь осторожна, ее Настя звали, только не пугай, да нет, я теперь прочувствовала эту силу. На следующий день она звонит и рассказывает, я в красивом наряде, с двумя перышками в голове, в очень красивом, просто там с разными ухом, перьями, с такой декольтированной грудью, вот положив руку на талию, встретила его с работы, он увидел, посмотрел, у меня черный с блесками был, бюст, он говорит, ты в черном? Что-то случилось с моей мамой? Дорогие женщины, не допускайте такого в своих мужчинах, все хорошо, мы его реабилитировали, постепенно, но на самом деле, когда женщина блокирует свою женскую энергию, а куда она ее направляет, как вы думаете? Работа, быт, работа, быт. Мужчины становятся импотентами, и у них нет энергии, чтобы зарабатывать. Ла-ла-ла-ла! И это не шутки, эту ценность женского силы, нужно пробуждать и открывать. Она тренируется, как мышца, но нужно знать методы, ритуалы, практики, благодаря которым мы можем проявлять эту энергию. И она даст огромнейшее состояние радости, счастья, творчества и любви. Ведь красота спасет мир. Дорогие женщины, услышьте меня, пожалуйста. Эта красота находится внутри нас, она находится в нашем опыте рода, выживания огромного количества женщин на земле, которые были шеей, потому что не только же блоки есть в роду, но и счастье, и радость, и таланты, и возможности красоты есть в роду тоже. Поэтому все это нам нужно открывать. Вот, это будет восьмой признак умирающего рода, когда женщина отказывается по каким-то причинам быть женщиной, и от этого начинает страдать и она, и весь род. Вот, и у нас осталось два, которых мы скажем теперь про мужчин, раз про женщин все сказали, теперь честно скажем про мужчин. Это когда мужчина отказывается проявлять мужские качества. И таких сейчас очень много дорогие. И это не значит, что мужчины плохие, нет, просто цивилизация, в которой мы живем, делает из женщин мужчин. Я не буду продолжать, что происходит с мужчиной. Почему же нарушается гинокод в роду? Потому что если мужчина не проявляет мужеских качеств, таких как физическая защита, материальная защита, духовная защита, когда мужчина не берет ответственность за семью, за женщину, которую он любит, за детей, когда у мужчины нет энергии, он витает в облаках, у него есть женские качества, творчество, идеи, но эти идеи не остаются в воздухе, у них не хватает сил и материализовывают по каким-либо кармическим родовым причинам. Он не может воплотить эту энергию знания, которую он знает. Помните, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот сколько таких умных людей, которые все знают, но они не могут это воплотить. И очень-очень важно увидеть, что когда женщина начинает защищать такого мужчину, в том числе материально, как вы думаете, что происходит с ее детьми? Перерождает. По роду, по гинокоду идет слабость и неуверенность с мужской линией. и детям приходится отрабатывать невыученные уроки своего отца. Да, потому что если мы получаем с вами это физическое тело, то нам очень важно заботиться о нем и проявлять те природные ресурсные силы, которые в нем заложены, заложены в нашей инстинктивной природе. Вот, дорогие, и остается последний признак вымирающего рода. Это когда в роду нет духовных людей, которые бы могли отмаливать голод в ближайших пяти поколениях. Если в пяти ближайших поколениях нет духовного человека, монаха, священника, целителя, знахаря, того, кто заботился о людях, того, кто помогал людям, кто имел целью не только себя и свою семью, но гораздо большие возможности влияния на людей. Вот, это говорит о том, что в роду нет защиты. Род остается без защиты, без помощи. И вот здесь, Настя, Шкарита, я могу сказать вам и всем, кто меня слышит, даже то, что мы сейчас вместе, это уже огромный символ того, что мы заботимся о своем роде. Мы заботимся о своих предках и потомках. И все, кто прослушал до конца этот вебинар, я надеюсь, у вас хватило на это силы, энергии, времени. Дорогие, у меня к вам есть большой-большой подарок. Подарок молитвы за страдания рода. Вот. На самом деле, я еще раз прошу искренне прощения о том, что я очень кратко уделила внимание всем десяти пунктам, потому что за каждым из них очень большое знание и самое главное это практика, потому что то, что мы слушаем, это только ментальное и немного эмоциональное. Я старалась передать, вот Настя все время говорит о мурашках, я старалась, стараюсь. Это на самом деле не мой поток энергии. Я только частица того духовного рода, который дает мне такую возможность быть сегодня с вами. Но я также знаю, что вот благодаря нашим усилиям, благодаря ментальным и эмоциональным усилиям, нам нужны еще двигательные усилия, потому что столько знаний, которое проявляется на трех уровнях, материализуется ментальное понимание, эмоциональное переживание и физическое действие того, о чем мы говорили. А в чем физическое действие? В каждом из десяти пунктов есть ритуал, есть древний обряд, который помогает направить силы, свет, внимание и энергии на эту проблему рода, для того, чтобы очистить, отмолить, вымолить у Бога свободу и очищение от повторения этих несчастьев, потому что знаете, говорят от тюрьмы и от сумы, да, кто может быть защищен, кто знает, что будет с нами в будущем. Мы можем только молиться и уповать на того, кто знает нашу судьбу и просить о возможности помочь как можно большего количества людей на земле, потому что это самая большая защита, которой может быть. Вот это то, что я хотела сказать, немножко не уместились во времени, но зато удалось передать всю информацию. Ну, ничего, мы сейчас, наверное, не очень сильно ограничены были, не было такого притыка, потому что мы хоть и в живом эфире, но у нас нету последующего, мы все ваши. Да, да, спасибо огромное, это было потрясающе. Абсолютно, да, я совершенно согласна, поддерживаю, и я уже тут и поплакала, и мурашки у меня много раз были, вот, поэтому благодарю вас. хорошо. Ну, что ж, дорогие, тогда я беру свой, в руки свой голос. Глубин мне помогает во всех обрядах, во всех ритуалах. И что мы будем делать с вами сейчас? Что мы будем делать с вами сейчас? Мы с вами будем соединяться с тем предком в роду, который имел силы любви к большому количеству людей. Он обязательно. Хорошо, если он будет в ближайших пяти поколениях, тогда мы можем чувствовать его преемственность. Идеально, если это либо бабушка, либо прабабушка, ну, либо прадед, которые могли непосредственно вам что-либо передать. Но хотя бы в пяти поколениях ближайших. Если не удалось, ничего страшного. Мы знали, на что шли, рождаясь на этой земле. Все препятствия нужны только ради одного, чтобы мы стали сильнее. Поэтому, как говорила моя бабушка, молись, дочка, Богу писем не напишешь, телеграммы не отошлешь. Он наши молитвы слышит. Причем молитвы такие, которые сердце касаются. «Сколько бы ты не читала слов, Бог их не слышит. Он бы с ума сошел, говорила бабушка, если бы все молитвы людей слышали. Слышит только сердца открытые. У кого через сердце слово идет, тот до Бога дойдет». Ну что ж, с Богом, родные. Пожалуйста, выпрямите спину, прикройте глаза и на внутреннем экране увидите свое любимое дерево, дерево вашего тела. Я спою молитву, обращаюсь к вреду, а вы мысленно обнимайте его и чувствуйте, как сливаетесь с ним, с ветвями его высокими, да с корнями его глубокими. Ой, ты древо, древо мое, родо хранилище уяго. Ой, ты рода, древо древо мое. Подхожу я к тебе, обнимаю тебя, лицом прижимаюсь, любя. Прошу я тебя, родное древо, стань частью меня, древо. А я стану тобой, прими душой меня, прими ты душой меня, древо мое зеленое, древо мое счастливое. древо. петлями своими высоко в небо тянусь я, через тебя чинусь я, через древо высоко в небо, высоко в небо. Каждым листочком зеленее я принимаю капли дождя каждым листочком молитвы я принимаю свет неба любя. Я принимаю свет неба любя. Силу неба света, силу попускаю по стволу вынить и корнями держась за землю я запретков своих молюсь. Я опускаюсь глубоко в землю там, где сила недру земли. Я прошу матушку, матушку землю ты родилица мне помоги ты кормилица мне помоги ты родная земля научи. Чувствую я свое тело разделенным на две части. Право идет вниз это сила моего мужского рода, а левая часть там, где живут мои предки матери мир нави мир мудрый мир кощея и мары мир нави мир мудрый открой мне знания открой мне опыт предков 80 откроем знание предков ой маг ой маг ой маг ой я опускаюсь в недра прошлого маг ой маг ой ой я опускаюсь Я вернусь к опыту прошлого, Магуй, Магуй, Мам. Я держусь крепко корнями за землю, Магуй, Магуй, Мам. Чтобы вершиной коснуться света, Чтобы кроной коснуться неба, Чтобы кроной вырасти до неба. Моё сердце открыто, я молюсь, Ты приди, приди ко мне, Тот. Ты приди, приди ко мне, Тот, кто молился за мой род, Кто молился людей любя, Ты мой предохранитель духом. Поэтому, в моём роду, Пожалуйста, я хочу помочь тебе. Пожалуйста, прикоснись ко мне. Я открываю свои ладони, Я открываю свои ладони. Я прошу, предка, прикоснись ко мне левой ладони, Если ты не хочешь общаться со мной. Я прошу, предка, прикоснись к правой ладони, Если ты пока ещё не готов. Магуй, 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 Я прошу тебя помощи дух рода, Я прошу тебя помощи самой духовной преды. Я прошу тебя, помоги мне отмолить, Помоги мне отмолить, мой род. Я прошу тебя, помоги мне отмолить, Помоги мне помочь всему роду. Я прошу тебя, помоги, Я прошу тебя научи, Я прошу тебя, расскажи, Как помочь роду. Ты знающий, ты ведущий все, ты находящийся в мире знаний, ты сейчас увидишь все. Ты видишь весь роман, помоги мне соединиться с тобой, помоги мне взять твою силу, силу молитвы, силу любви, силу мудрости, силу спелости, чтобы помолить мой роман. И в этот момент мы чувствуем прикосновение, либо левой, либо правой ладони. Это может быть горячее прикосновение или холодное. Не важно, важно, что одна рука вдруг становится сильнее, чем другая. Зажмите ее в кулак и поблагодарите за любой ответ. А еще спросите имя, если в молитве светлый предок готов его сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо тебе, дух предок. Спасибо тебе, родной, за помощь, которую ты мне дал, дала. Спасибо тебе за твою помощь, спасибо тебе за твою помощь, я обещаю тебе заботиться о Родине. Пожалуйста, скажи мне сейчас, если ты готов, что самое важное мне нужно излучать в этот мир, чтобы помочь моему, над чем работать сейчас. Ибо изменяя себя, я изменю весь роман. Пожалуйста, поблагодарите. Поблагодарите вашего духа, молитвенника, светлого духа Родины. Пообещайте возвращаться к ним. Пообещайте чтить и помнить его. Пожалуйста, приложите ладонь к сердцу, правую ладону, если вы правша, левая, если вы левша. И всей душой пообещайте. Побещайте. 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 Победите. 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 ладонь свою в небо и отдайте свою молитву, обещание, контакты с Духом Рода, помощи своему Роду, Высшим Силам. И почувствуйте, что вы берете ответственность за ваш Род. За его силу, за его Дух, за его возможности. И когда почувствуете, отклик небесный, медленно опустите ладонь и прикоснитесь к пространству, на котором сидите, ощущая, что вы прикасаетесь к земле Матери. Пообещайте материализовать, воплотить на земле самые высокие таланты Рода, самые счастливые, идеи. Пообещайте материализовать все, что хотел Творец создать через вас. И вновь верните ладоню к сердцу и ощутите, как круг замкнулся. вы в гармонии с желаниями своего сердца, с желанием неба и с желанием земли, с желанием своего Рода. откройте глаза и обрадуйтесь тому, что мы есть на этой земле. Гойма! Я благодарю вас. Да, обычно после такого даже говорить не хочется, я знаю, с остальными. Да, говорить не хочется, но надо, поскольку профессия обязывает, да? обязывает наше интерактивное общение, поэтому я вижу, что хорошо, что мы вдвоем здесь, да, потому что мы можем втроем, да, друг друга поддерживать, вот это очень важно, потому что именно в такие минуты, когда речь теряется, да, вот, а чувствуешь, надо что-то сказать. Вот. Я сердечно благодарю вас, Ланомира, это невероятная практика и наши встречи, они просто преобразуют пространство. Знаете, пока мы с вами разговаривали, у меня здесь телефон передо мной сидит и лежит, и постоянно приходят сообщения, и мне пишут мои друзья, которым я отправила ссылку на наше мероприятие, и они говорят, что, то есть вы рассказываете потрясающие вещи, и насколько они их меняют и до глубины души, да, трогают, поэтому то, что мы делаем, это невероятно, я прямо даже горшусь собой. Немножко. Настя, спасибо. Я хочу сказать, что во время нашего разговора мне звонили сначала родители, а потом сын. Я просто не могла с ними не поговорить, вот поэтому я выскакивала. И они, и те, и другие, в общем, сын сейчас приедет, а родители просто были совсем рядышком, но, в общем, как-то я, вот оно всё вместе произошло, всё сблизило. спасибо вам огромное, я вас тоже очень благодарю, и я думаю, что все наши зрители и слушатели к нам присоединяются. Да, это нравится. Если есть какие-то вопросы, может быть, у зрителей, может быть... Ну, видимо, все были глубоко вот в молитве, потому что вопросов не видно, я думаю, что надо всем прийти в себя, и вопросы обязательно будут. Вы можете задавать нам вопросы в наших группах, в социальных сетях, на канале YouTube, мы обязательно их озвучим, обязательно найдем возможность их передать Ладомире и ответить на все эти вопросы, как вот я уже говорила о том, что когда мы делали анонс, да, были вопросы, поэтому не стесняйтесь, пишите, нам очень важно ваше мнение, нам очень важно знать, что вы с нами, что вы тоже часть этой энергии, потому что это необходимо для всех нас, потому что тем самым, чем больше нас, тем больше мы собираемся, тем больше вот этой йоги происходит, да, у меня сегодня передача про йогу была, а йога в переводе с санскрита это соединение, да, это связь, поэтому чем больше вот этой йоги, мы тоже йогу сейчас делаем, дорогие друзья, тем лучше жизнь становится, да, тем лучше мы улучшаем все пространство вокруг нас, окружающее, и нашу землю, и мы помогаем этой энергией, я прошу прощения, я так волнуюсь, что у меня даже вот слова теряются, потому что... спасибо, Настя, да. Ссылочку на книги, которые я очень, я надеюсь, что вы прочтете, потому что там огромнейшая мудрость, я смогла сегодня передать, может быть, 0,5% того, что в этих книгах написано, вот эта книга «После смерти и путешествия мистиков», Настя, как мне это лучше сделать? Вы мне присылайте, и мы все это затранслируем в наши группы, и в социальные сети, и дадим после видео обязательно ссылки на эти книги. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, мы, наверное, будем прощаться. Будем прощаться, да, спасибо, спасибо огромное. Мы благодарны вам и от Михаила, и от Центра, и от всех, всех-всех. Да. Да, да, Бог не последний раз. Я уверена, что... Это только начало, это только начало. И это было необыкновенное начало, надо сказать, потому что, во-первых, у нас все получилось, а мы совершенно были неопытны в этом вопросе. И мы проявили чудеса вообще реально, потому что я веб-дизайне, Рита, в построении всей нашей связки удивительной. И это случилось за каких-то три дня всего лишь. А мы подготовили и сделали это. Спасибо вам огромное, Ладомира. Это мы... Мы надеемся, что действительно вы нас будете поддерживать своими удивительными рассказами и мероприятиями, и мы будем... Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши группы, на группу Ладомира, и на нашу группу Сангейтс Радио, Центр Сангейтс. У нас есть группы ВКонтакте, есть группы в Фейсбуке, канал на Ютубе. То есть мы стараемся дарить знания, как можно больше знаний людям. До встречи! До встречи! До встречи! До свидания! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова